Многие из вас, даже те, кто не интересуется единоборствами, слышали, что 6 октября в Лас-Вегасе произойдет историческая схватка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. На днях Лига UFC провела пресс-конференцию с двумя бойцами. Кроме криков, наездов и отчаянной рекламы нового виски Конора, там были некоторые моменты, о которых мы решили вам рассказать. Пару интересных идиом и каламбуров Макгрегора и несколько ошибок в английском от Хабиба, которые вам точно не стоит повторять. Меня зовут Настя и вы смотрите канал Puzzle English Live. Поехали! Да, начнем мы с фразы Дэйны Уайта, президента UFC, что, кстати, означает Главный бойцовский чемпионат. Он сказал, что все билеты на предстоящий бой проданы, но его можно будет посмотреть в прямом эфире на Pay Per View. Это потом звучало и от Конора. Сразу скажу, что это не название канала. Тогда что же это такое? Pay Per View дословно означает Плати за просмотр. Это такая система, при которой вы не тратите деньги на постоянный абонемент, а просто платите за единоразовый просмотр какую-то небольшую сумму. И чем-то это очень похоже на поход в кино, но только вы остаетесь дома на своем уютном диване. Для нас, конечно, это относительно свежее нововведение. А вот в Америке уже в 70-х годах при помощи этой системы транслировали крупные боксерские поединки. Я думаю, что все заметили акцент. Ну, это же Ирландия, что тут поделаешь? Тут мы слышим такое очень интересное оскорбление. Blast Jaw Red. Дословно крысеныш со стеклянной челюстью. И нас интересует часть с челюстью, конечно же. Вообще, изначально так называли боксеров, которые не могли держать даже какой-то самый такой слабый удар. И буквально рассыпались от такой смешной по интенсивности атаки в лицо. Легкое касание и их стеклянные челюсти со звоном разбиваются. Ну, насколько эти удары легкие, это, конечно, понятие относительное. Но в этом-то и вся суть. Сейчас так называют боксеров, которых хотят принизить. Точнее, хотят принизить их силу и крепость. И это буквально означает ужасное такое вот неуважение к оппоненту. У Хабиба спросили, сложно ли ему сохранять спокойствие, когда Конор так наседает на него. Тот ответил, что расслаблен и ничего не чувствует. И тут он говорит I don't feel nothing. Безусловно, его все поняли. Но у нас же канал, который изучает английский язык и его грамматику прежде всего. Поэтому давайте разберем эту ошибку. В нашем предложении есть don't и nothing. Целых два отрицания. Такое вот двойное отрицание считается ошибкой в английском языке. И хотя его все-таки можно встретить в просторечном языке, можно встретить в литературе, в песнях, но старайтесь сами его избегать. Правильно бы было сказать А вот и туалетные шуточки подвезли прямиком из ирландских пабов. Хабиб сказал Да, и неплохо бы было добавить артикль для правильности. Автобус ведь один, и известно какой. То есть это конкретный автобус. А вот Конор в ответ начал его передразнивать фразой Намекая на то, что будущий противник в этом автобусе, очевидно, обделается от страха. Вообще, конечно, страшновато выглядело это нападение банды Конора на автобус Хабиба. Вот и че им, миллионером, не имется? Вот все было правильно и даже без вездесущего британского Тут мы просто хотели обратить ваше внимание, что в русском мы говорим обычно без комментариев, а вот в английском нужно говорить именно И будет несколько коряво для носителя языка, если вы скажете Запомните, что в английском языке обычно мы говорим Ну и напоследок, еще раз рубрика Двойное отрицание от Хабиба Нурмагомедова. Его отец учил его. И, кстати, тут еще одна ошибочка. Хабиб просто сказал teach, а вот в прошедшем времени по-правильному нужно использовать вторую форму глагола. Вторая форма глагола teach это taught. Так вот, он сказал, отец учил его, что никогда нельзя сдаваться. Популярная ошибка с двойным отрицанием. И, конечно, она идет от того, что в русском мы так говорим. А вот в английском правильно бы было сказать вот так. You can never give up или you cannot ever give up. Второй, более редкий вариант. Ну что ж, на этом все. В ругани и перепалках было довольно сложно вычленить еще какие-то интересности. Но мы постарались. Ребята поговорили, а дальше было вот это. Все, кто интересуется исходом этой конфронтации, смотрите 6 октября, бой Нурмагомедова и Макгрегора. Ну и чтобы забористо, но правильно говорить на английском, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк под этим видео, а еще проходите по ссылке на сайт Puzzle English. Нами изучать английский просто и не скучно. А с вами была Настя. Пока-пока!